Италия 1943 год. Италия 1943 год. Объединённые силы союзников наступают в неся потери. Объединённые силы наступают. Наступает объединённая сила во главе с японским танком. Походу ни в ту сторону наступает, блядь. О, это же линия Зигфрида переделанная. Поняли? Кстати, как переделали этот. С монастыря, походу, да? Молцы какие. Кстати, как карты лихо переделал будет, чтобы ролик сраный снять. Молодцы. Джентльмены, высадка началась. Так, знаете, как-то прям вот так внезапно, джентльмены, удача. Пройдите боевой путь 11-го сезона боевого пропуска. И погрузитесь в историю трёх героев десантной операции. Вот по ней видно сразу, ну вот такие они анал любят очень сильно. Хотя с их лицами тоже явно они, скажем так, балуются. На море. Мне очень нравится стиль, вот безумная. Я в курсе, что это на вкус и цвет. Ну, кроме цвета, разумеется. Многие вот эту налепистость не любят, но мне прям нравится. Здесь и катки они поменяли, я вот уже вижу. Ну, то есть внешний вид катков изменил. Вот эту лодку по кругу. Единственное, что я терпеть не могу, это вот эти блевотные жёлто-песочные цвета. Паблусу нравится, я их терпеть не могу. Степан. Окружающие считают его полякам, что он сам не опровергает. Ну, как бы. Потерял товарища у Монте-Кассино. Теперь австралийцы-француженка, его единственные друзья. Понял. Опытная охотница Калет Бюжо. Опытная охотница за спермой, если вы понимаете о чём я. Я какая-то. Так глаз у неё один закрыт немножко. И стиль на фаша просто ориенный. Просто, мне кажется, я вел мать продаст за этот стиль. Ну, тот самый. Только опять эти блевотно-коричнево-песочно-вонючие цвета. Терпеть. На АМХ 50 Фош Б. Классно. Бойкая девушка из сельской местности. Не знает, что... Сельская местность, они вот больше всего в тузае. Правила. Зато знает толк в огнемётах и хороших перчатках. И в хорошей дрочке. Она знает тоже. Иен Харман из австралийского корпуса. Ну, вот это пи***ер сразу видно. То есть тут... Геёчка его очень легко определить. Стиль тоже обалденный. Только цвет опять. Ну, вот здесь уже такой, знаете, немножко в зелёное ушло такой хаки, да? Но делали бы уже полноценных хаки, ёпта. Откуда у него Type 5 Heavy, это настоящий трофей. Давняя история. Давняя история. После того, как Иен увидел итальянскую архитектуру, он весь отпуск клеил на танк мозаику. Было красиво. До первого фугаса. Разорвали. Союзники из разных уголков мира не всегда могут договориться. Но когда всё-таки действует сообща, ничто не может. На фаше, короче, он же фош, он как гробовозка, блядь. А тут ему на спину нахуячили. Именно на спину к заднице всяких обвесов. И он теперь такой. Я не знаю, как описать. Короче, у него жопа взёрнутая, как пирамида перевёрнутая есть. В этом сезоне вы сможете заполучить бравую троицу с их 3D-с... А такой вопрос. А это Heavy с Фошом стали как Тай-5 ехать? Или Тай-5 теперь такой быстрый, как Фош? Килими и множество других... О, видите, у него там ракеты. Накрад. В том числе совершенно новых. Совершенно новых. В боевом пропуске впервые... Четыре системы, четыре комплекса. Но это всё первый левел, поэтому... Где брать гайки на наладку и гайки на снятие, это, конечно... Блин. Вы сами уж догадаетесь. Появилось экспериментальное оборудование. Экспериментальное. Найти его можно в базовой прогрессии. Вся экскременталка в базовой, как дядька сказал. Нормально, блядь. Ну, без ровку. Считайте бесплатно. В улучшенном пропуске теперь можно заработать игровое золото. Неплохо. Также в базовой прогрессии было пересмотрено количество бонтов. Стоп. То есть здесь трофейка получается за донат и 50 голды за донат. Плюс резервы за донат. А за бесплатно экскременталка... Ну, как бы норм в целом. Чё нет? По временной главе можно будет получить дополнительные награды. Включая бесплатный премиум танк. Ну, это вот через полтора месяца после старта получается. Ну, это было уже тем летом на шпака. Вроде четвертая глава откроется. Она тоже, ее можно будет пройти. И... Там даже читерство есть одно. Ну, там вот экспресс писал. Ждите в середине сезона. А вот коллекции теперь доступны в самом начале. Они больше расскажут о трех героях и позволят самым активным игрокам уже сейчас собрать жетоны на любой танк девятого уровня. Вот это они хуйню несут. Это сразу ошибка в тексте. Они говорят, вы сразу сможете собрать жетоны. Это пи***ж. За боевой пропуск дают 21 жетон. Когда вы прошли боевой пропуск полностью, вам дают коллекцию. За коллекцию дают еще 3 жетона. Это 24. Следовательно, вы можете взять вот эту хуйню. Только если за предыдущий пропуск вы не купили ни одного танка дороже 18 жетонов. Потому что если вы купили что-то дороже 18 жетонов, у вас в этом боевом пропуске суммарно не может быть 27 жетонов вместе с тем. То есть получается, ну, это пи***ж. Вот эту хуйню смогут... Ну, либо они жетонов Крису добавили, я не знаю. Ну, как там с деньгами? БЗ-58-2. Гамп Панцер-3. Проект 07. Ну, вот за эту глупу 27 жетонов, это, конечно, пи***ж. Как? Или, может быть, Кобра? Кобра. Выбирайте любой. Выбираю. Ещё в течение сезона вас ждут особые испытания. Опа. А что за особые испытания? Или это они дважды сказали про марафон? Но если они дважды сказали про марафон, то они дегенераты. А что там за испытания будут? Подробности об этом чуть позже. И помните, что эта история не ограничится тремя главами. Высадка только начинает. Ну, не ограничится тремя главами, это они про четвёртую марафону. Они три раза за минуту сказали о марафоне, ничего. Ну ты. Всё, конец, да? Всё, кино закончилось. Понятно. Всё понятно. Наigans по тому, обещанию, чтите любiles salutenh try и т�- faultsク-процессuster ню harsh-��raction. У Lithuагу-бы AL Пramosдза – Пожалуйста, мы сейчас уникoples и для Tibn...